Всем привет! Вы на канале Family Case и сегодня будет продолжение моего предыдущего видео по доставке и сборке шкафа из Авито. Наконец-то мне все уже довезли, наконец-то мне шкаф собрали. Конечно, я потратила уйму нервов и времени, потому что мне, наверное, запчасти довозили с третьего или с четвертого раза. И целая история была, как мне этот шкаф обратно разбирали, как мне его увозили потом. Тоже обещали в один день, в итоге его не забирали. И мало того, что его не забирали, так еще там экспедиторы не наврали, что я отказалась этот шкаф отдавать, потому что мне нужен был новый шкаф сразу, взамен на вот это старье. Хотя я просила расторгаться даже с ними и просто расторгаться, чтобы вернули мне хотя бы мои 10%, чтобы я за вывоз шкафа могла заплатить деньги кому-то из Авито или из Профиру, чтобы просто его разобрали и вывезли, потому что он мне занимал полкомнаты. Там, в общем, целая история была, как мне его разбирали, как мне его вывозили, как мне привезли новый шкаф и опять-то мне довезли. Какие-то управляющие там сломали. Вот. И тоже несколько дней я ждала, когда мне их довезут. Вот. Потом я ждала еще снова сборщика, когда он придет. Тоже обещал в один день. Пришлось срываться с дачи с дочкой на такси, ехать. Он не пришел, он не смог прийти, он не успел. Там пришел на следующий день. Ну, с горем пополам мне все собрали, мне все установили. И сейчас я вам продемонстрирую. Там, конечно, есть косяки, но просто у меня уже физически нет ни сил, ни здоровья бодаться, там еще что-то, там какие-то права качать. Вот за ними сделали скидку 3000 рублей. То есть шкафчик мне обошелся 77 тысяч. Вот. И плюс сборка 11 тысяч. Сейчас я пойду покажу все. Так, значит, мы пришли. У меня немного непорядочек. И вот такой шкаф. В принципе, очень красивый. Я получила то, что хотела. Очень классный шкаф. Вообще. Но хлипковатый немного. Вот икеевский шкаф у Вики, который стоит в комнате. Вот. У нее достаточно крепче. Вот. Тут с двух мест доводчики. Ну, конечно, красивый шкаф. Очень красивый. Ну, вот. Тут доводчики везде. Ну, все с доводчиками. Доводчики какой марки, я не знаю. И мастера тоже не знают, не сказали мне, не сборщик никто. Ну, наверное, какие-то отечественные. Вот. Вот. Шкаф такой с одинаковыми разделениями. То есть все вот по 60 с чем-то сантиметров. Шкаф теперь вровень. А, да и в предыдущем видео шкаф же мне еще привезли даже не моего размера. То есть он у меня выпирал. А здесь прям все в идеале вровень. Ну, конечно, очень долго мне приходилось с ними бодаться, их доставать. Просить, чтобы они побыстрее мне его везли. Вот. А так, конечно... Ну, я не жалею, что я у них заказала. Честно. Хоть и нервно было. Ну, вот. И как бы одна ремарочка. Я ходила по шоурумам. Каширская плаза. Там на первом этаже представлены несколько мебельных магазинов. То есть это участники, которые арендуют помещение и, ну, пространство. Площадки, где они размещают свой товар. Вот кровать я там увидела. Кровать там стоила 97 тысяч рублей. Я ее заказала за 40. За 45. Да. И матрасик. Матрас мы в хофе купили. Слип лап. Очень удобный. Матрас тоже около 40 тысяч. То есть у меня, получается, кровать с матрасом обошлась 90... 85 тысяч. Чуть-чуть меньше даже. 84. Ну, вот. И шкаф. Там только, кстати, цена вот 90 с чем-то тысяч. Она была только за кровать. Без матраса. То есть плюс еще матрас покупать. 40. И это была бы уже такая сумма 130 тысяч. Ну, вот. Это ДСП обычная. И мы были в хофе, смотрели, нам считали. А, еще самое, ну, такое неприятное, что все пытаются сделать стандартные размеры. То есть никто под заказ, вот, чтобы он выглядел так красиво и как встроено, как гардеробное, там заморачиваться не будут. И цены выше 160 тысяч. То есть самый дешевый шкаф такой комплектации, да, и трех продавцов нашла. Кто делает под заказ, кто делает именно со стеклом, такой матовый, полупрозрачный. То есть они, да, от 156 тысяч, по-моему, самое дешевое предложение было. Мистер Дорс самый дорогой был. Они, сказать, 295. Это там с учетом кучи скидок. Ну, мы все знаем, что такое скидки. Для стимулирования, чтобы клиент купил. Вот. И как можно скорее. Они говорят, скидка сгорает, все дела. Так что, вот. Короче, 295. Самое дорогое предложение. И другое 180 было. И шкаф, кстати, качество гораздо худшего. Без доводчиков. Вот. Там шкаф, причем, он не двери купе. А просто они открываются, как это. Посудная какая-то секция. Ну, вот. 180 тысяч. Вот. А этот шкафчик 77 тысяч. Плюс со сборкой. То есть до 100 тысяч получилось. Что очень здорово. И если все-таки вы покупаете, вот, настоятельно рекомендую, да. Хоть, ну, я не пожалела, да. Шкаф действительно мне нравится. Вот. Ну, есть косячки небольшие, как бы. Ну, я считаю, что это ерунда. Ну, вот. Трещина здесь, например, да. То есть пока сборщик сверлил. А, ну, еще сборщик, честно, как бы. Он там тоже говорил, что он там с такой там классной компанией. Что у них самое дорогое производство. Самая дорогая фирма по сборке мебели. Ну, тем не менее. И он самая дорогая, да. Действительно. То есть 15% от стоимости сборки он берет. Я не скажу, что я осталась довольна. Потому что, что меня смутило, и у меня столько просто сборщиков было. И доставщиков мебели. Что меня смутило, они не убирают за собой мусор. То есть ты должен сам вынести мусор. Вот. И убрать все. Помыть за ними. Все вытереть. В тот момент, когда икеевский шкаф, когда привозили. К нам приходил тоже сборщик из профи.ру. Его зовут Максим. Все мало того, что они собрали. Они даже взяли тряпку из микрофибры и все протерли. То есть. И сборка там была. Ну, не 10%. Там, не знаю, тысяч, наверное, 6 или 8. Ну, гораздо дешевле было. Ну, тут, наверное, сложнее собирать шкаф. Я не знаю, почему. Как бы, вот. 15% и... То есть. Я не скажу, что он прям аккуратно собирал. Ну, вот. То, что вот таких трещин, по факту, как бы быть не должно. Потому что кто-то из моих соседей приходил. Они еще говорят, что зависит все от сборщика. Что может делать, а и не в ДСП, собственно. А, ну вот. Вот и сборщик этот, он вот эти клипсы. То есть не везде прицепил. То есть я их сама уже туда доцепляла. Вот. Ну, это именно сборщик. То есть из компании, которая вот эта фирма берет. На аутсорсинг. То есть именно... То есть если бы я приняла какого-то другого сборщика наняла. Да, подешевле там или своего. И если бы у меня была такая фигня со шкафом. Да, вот как первый раз не привезли. Что он просто не подлежит ни сборке. И размеры не те. И он весь разваливался просто в руках. Ну, вы по видео видели наверняка. Ну, вот. Я думаю, вряд ли мне удалось бы что-то доказать вообще. Они просто заставили бы оплачивать всю сумму. И там должно бы дело просто до суда. Да, настоятельно рекомендую. Все-таки, да, я шкафом осталась довольна. Ну, нервов я потратила прилично. И как бы, что хорошо, то, что я в договоре специально прописала, что постоплата, там, да, ну, 90% постоплата. После сборки и демонстрации шкафа. Вот. Если другие, то есть, ну, производители мебели, они не идут на этот пункт, я настоятельно не рекомендую заключать с ними договор. Потому что и отзывов я куча читала, когда в разобранном виде привозили шкаф. И потом, там, через несколько дней приходил сборщик. Что-то опять не довезли, что-то он не так сделал, прикрутил, что-то поломалось. И люди просто месяцами ждали, вот, когда там довезут, когда доделают, когда починят. И очень таких отзывов много. Если вот в Авито вы зайдете, вы почитаете. Вот, поэтому, да, я приняла решение, что я буду работать с тем производителем мебели, у кого можно вот по постоплате, что по факту. Так же, как с кроватью. Мне привезли кровать, собрали ее. По факту. Я приняла, она очень легко раскладывается. То есть, и все. Я платила деньги. Так же со шкафом. И согласился только один производитель заключить такой договор. Поэтому, ну, что я скажу, я рекомендую, да, этого производителя шкафа. Однозначно, да. Вот. Но договор именно настаиваете на том, чтобы они работали по постоплате. Потому что они тоже, на самом деле, работают по постоплате. Но пишут, что после доставки мебели в разобранном виде. После доставки мебели. Доставка не канает. Ну вот, они долго согласовывали этот пункт и согласовали. Ну, я сразу, как бы, на берегу сказала, что вот с такими условиями вы готовы работать. Они согласовали и сказали, да. Я этот пункт прописала и все. Со мной заключили договор. Вот. И то не все безупречно, как вы видите. Ну вот. Так что я надеюсь, мое видео было полезно для вас. Вот. Вот, как сэкономить и купить себе красивую мебель. Недорого. Ни по стоимости продавцов, которые выставляются в шоумах Москвы, мебельных магазинах. Там, правда, как-то вообще сумасшедшие какие-то деньги за шкаф. Причем не там, не из слэбов дуба каких-то там. Или не из массивов, а просто ДСП. Тем более, от нас ушла Икея. И мы достаточно, у них мебель достаточно там качественная. Очень хорошая ДСП. Она крепкая, действительно надежная. И на любой карман. То есть можно купить шкаф и за 20 тысяч, и за 300 тысяч. Ну вот. И они приедут, соберут все. И все будет у вас хорошо и замечательно. Им можно доверять. И, ну, так как они, к сожалению, ушли, то очень много, как бы, частников появилось. Или больших магазинов, типа Хоффа. Для Роа Мерлен, где достаточно такой скудный выбор. В плане фасадов. Ну, оригинальную мебель они не делают. Под заказ мебель они не делают. Конечно, я бы купила в Хоффе. И не парилась бы, и не тратила бы свои нервы. Ну, когда хочется красиво. Когда хочется под себя прям. Вот ремонт, мебель под себя. То приходится как-то думать, искать, кто возьмется качественно. И, там, не за 200, не за 300 тысяч, там, за шкаф СДСП. Ну, для меня это безумие. То есть, я понимаю, что эти шоурумы, они за аренду тратят огромные деньги. За персоналку, за консультантов, которые там сидят. Поэтому, ну, я уже как три года заказываю в интернет-магазинах. Там, через Завиту, через Инстаграм. Вот, я вам демонстрировала в первом видео стол. Из эпоксидной смолы. И детскую комнату, там, шкафы. То есть, это стеллажки заказала. И столик тоже мебели с пирмой. Очень хорошо делают. Просто молодцы. Ну, вот. Ну, единственное, у них сборки нет. Вот, сборку надо нанимать. Так что, вот. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, еще будет много полезных и интересных видео для вас. Смонтировано, подготовлено. И пишите в комментариях, какие еще у вас есть идеи. Какие обзоры вы бы хотели видеть на моем канале. И помогите мне его сделать лучше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok